Всем привет. Котка, город на юге Финляндии, в провинции Кюменлакса. Расположен на берегу Финского залива, на соединенных мостами островах в устье восточного рукава реки Кюмейоки. Исторический центр города расположен на острове Котка. Название города в переводе означает «Орел». Финн. Котка. Один из важнейших портов страны. Котка. Является преимущественно финноязычным городом, шведоговорящее население составляет около 1%. Ближайшими крупными населенными пунктами Котки являются Хамина, Коувала и Пюхтя. Население 53-730 жителей. На 2017 год. Пролив Ротсенсальми между островами Котка и Кутсала замечателен в историческом отношении. Пролив был ареной двух сражений русско-шведской войны. 1788-1790. 13-24. Августа 1789 года здесь состоялось первое Ротсенсальмское сражение. 86 русских кораблей атаковали 62 корабля и 24 транспорта шведов и победили. 28 июня, 9 июля, 29 июня, 10 июля, 1790 года состоялось второе Ротсенсальмское сражение, в котором победили шведы. Руины форта Екатерина на юге острова Котка. По обоскому миру 1743 году граница России и Швеции стала проходить по реке Кюмиёке. Верельский мирный договор 1790 года сохранил границы неизменными. В 1790-1796 годах, после русско-шведской войны, 1788-1790, по указу Российской императрицы Екатерина II построена морская крепость Ротсенсальме. Цвинсксунд. Известная в дореволюционное время под измененным финским именем Ротсенсальм. Фин. Ротсенсальме. Морская крепость Ротсенсальме создана в помощь крепости Кюминлина, построенной в 1791-1795 годах. На острове Хавенсари, который тянется к северу от острова Котка до устья Кюмиёке, которая делит на два рукава, для защиты ее от нападения с моря. В свою очередь крепость Кюминлина защищала Ротсенсальме от нападения с суши со стороны главной королевской дороги. Морская крепость Ротсенсальме была задумана как передовой форпост внешнего из трех рядов фортификационных сооружений для защиты Санкт-Петербурга от шведов. До 1809 года крепость была базой Российского императорского флота. Были построены форты Екатерина на Котке и Елизавета на Варесааре. В 1794 году на искусственно расширенном острове Кукоури построен круглый форт Слава. В наивысшей точке острова Котка был построен высокий маяк. В западной части острова был построен морской госпиталь, в северный военный порт. В бухте Сапоканлахте, Сапоканлахте, построен док. Работами руководил принц Карл Генрих Нассау Зигин, затем работу продолжил французский полковник Жан Авкуст Привода Люмпан. Во время строительства крепости состоялась закладка православной церкви Святого Николая, построенной в 1799-1801 годах. При крепости возник город, население которого достигало 10 тысяч человек. Город был застроен маленькими одноэтажными деревянными домами. По Фредрихсганскому мирному договору 1809 года Швеция уступила Финляндию России, гарнизон и флот были переведены в Свяборг. В 1830-х годах крепость была заброшена. В 1855 году во время Крымской войны англо-французский флот обстрелял форт Слава, на Котку был высажен десант, крепость Ротсенсальми была разрушена, город при крепости был сожжен. Во время Крымской войны англо-французский флот почти полностью разрушил крепость Ротсенсальми. Форт Слава был обстрелян. На острове Котка высадился десант, город при крепости был сожжен. В городе уцелела лишь православная церковь Святого Николая, являющаяся в настоящее время старейшим сохранившимся зданием города Котка. Город Котка был основан в 1878 году по указу российского императора Александра II. Город особенно быстро развивался в 1930-е годы. Император Александр III и императрица Мария Федоровна в кругу приближенных на крыльце своего дома в Лангинкаске в Финляндии. Увлечения Александра III были относительно простыми. Часто летом царская семья уезжала в финские шхеры. Здесь они большую часть времени посвящали длительным прогулкам, рыбалке и катанию на лодках. Достопримечательности В Котке можно увидеть много исторических мест. В Котке до 21-го столетия сохранилось много архитектурных памятников. Есть православная церковь Святого Николая, датированная 1795-1801 годом, строительство велось под руководством архитектора Я. Перине, лютеранская церковь, построенная в 1898 году. Частично сохранился форт Славы и форт Елизаветы и здание городского собрания. Царский рыбачий дом расположен на территории заповедника Лангинкаске, на расстоянии 5 километров от центра. Этот дом был построен для русского императора Александра III и сохранил ту обстановку, в которой жила семья императора в конце XIX века. На территории этой достопримечательности находится старое рыбное хозяйство. Царский рыбачий дом открыт с мая по август каждый день с 10 часов ровно до 19 часов ровно. В сентябре и октябре дом открыт для посещений в субботу и воскресенье с 10 часов ровно до 19 часов ровно. Вход в дом платный и для взрослых он составляет 8 евро, студенты-пенсионеры и т.п. 6 евро, а дети бесплатно. Возможно экскурсия по дому, в том числе и на русском языке. По желанию и входит в стоимость входного билета. По состоянию на август 2019 год. Ледокол Тарма был построен в 1907 году в Англии. Он считается самым старым ледоколом в мире. Сейчас Тарма превращен в музей. Гуляя в музее, можно увидеть капитанский мостик, каюты и экипажа, машинное отделение. В ангаре музея можно увидеть спасательную лодку Хапа Саари и сторожевой катер WM-11. Здесь же выставлены лодочные двигатели. Посетить музей портовой отгрузки можно по предварительной договоренности. В музее представлены экспонаты, которые рассказывают про работу порта. Музей-квартира рабочего стеклозавода. В музее представлены экспонаты 19 века. Музей открыт по предварительной договоренности. Музей Кюменлакса. Музей посвящен истории, начиная от Каменного века и заканчивая нашим временем. На этой выставке можно увидеть шведские, эстонские, русские и финские морские карты, самая ранняя датировка которых относится к XVIII веку. Музей открыт с вторника по пятницу с 12 часов ровно до 18 часов ровно, и в субботу-воскресенье с 12 часов ровно до 16 часов ровно. Вход в музей платный и составляет для взрослых 2 евро, а для детей 1 евро. Авиационный музей расположен на аэродроме Кюмин. Музей работает с мая по август ежедневно с 10 часов ровно до 18 часов ровно. В другое время только по предварительной договоренности. Вход в музей бесплатный. Крепость Кюминлина. Крепость построена в 1791 году. Руководил строительством генерал Суворов. Крепость была перестроена в начале XIX века, но со временем потеряла свое стратегическое значение. Церковь Святого Николая построили в период с 1799 по 1801 год. Самое древнее здание, сохранившееся в городе. Сад специи и пряных растений Редути Котка. Сад специи и пряных растений Редути Котка расположен на территории крепости старого города Ротсен Салме. На территории сада растут сотни растений, около каждого из них есть пояснительная табличка. Липовый бульвар. Длина липового бульвара составляет 800 метров. Он был заложен в конце XIX века. Позже здесь появились скульптуры. Липовый бульвар отмечен наградами, в 2001 году эту территорию признали лучшей природной зоной Финляндии. Парк Сибилиуса соседствует с селом Липовым бульваром. В центре парка расположена скульптурная композиция орлы. На территории водного парка можно увидеть ручьи, искусственные водопады, альпийские горки. Аквариум Моритариум расположен на берегу моря. Здесь можно увидеть больше 50 видов рыб, которые обитают в Финском заливе. В аквариуме можно посмотреть на представление. Морской центр Велома. Главным архитектором морского центра стал Илмари Лахтилма. Составляющими этого центра есть Морской музей Финляндии, музей Кюменлаакса, информационный центр Велома. Форт Слава построен из красного кирпича. Он расположен на острове Кукоуре. Экономика. Порт Хамена Котка-Н, самый крупный экспортно-транзитный узел Финляндии. В 2001 году здесь появился первый в стране полномасштабный контейнерный порт, пропускная способность которого составляет 1,5 миллиона тю в год. Начиная с 2004 года порт Котка осуществляет переработку импортных легковых автомобилей, большая часть которых идет на российский рынок. Порт Котки состоит из частей. Порт Мусала-Фай на острове Мусала, Хетанин-Фай и Южный Хетанин или Поланлайторе. Поланлайторе, польский причал. Кантасатама. Кантасатама. Хала-Фай и Сунила-Фай. В Мусала находится контейнерный порт, терминал жидких грузов, терминал сыпучих грузов и гавань. Глубина 15,3 метра. В контейнерном порту работают три крупнейших в Финляндии контейнерных оператора. Компании СТВК-Фай, Финстэ и Малтилинк Теорманолс. На терминале жидких грузов работают два оператора, занимающиеся обработкой различных химикатов, преимущественно следующих транзитом из России. В порту Мусалы ведут деятельность десятки компаний, предлагающих логистические услуги, складские услуги и услуги терминалов. Мусалы являются крупнейшим в Финляндии пунктом портового затаривания в контейнеры пиломатериалов, целлюлозы и бумаги. Города Побратимы Швеция Ланскруна Дания Гластруб Норвегия Фредрикстад Эстония Таллин Германия Грайфсольд Польша Гдыня Германия Любек Россия Санкт-Петербург Россия Кронштадт Литвы Клайпеда Китайской Народной Республики Тайчжо Всем пока! Пишите комментарии Читайте комментарии Интересные люди расскажут интересные истории Всем хорошего настроения и удачи!